Выйти во двор и не увидеть ни одной припаркованной машины. Жители дома 26 по улице Маковского мечтают с момента его постройки. Нарушителей не пугает даже эвакуатор. Прошлой ночью он увез отсюда десяток машин. Сегодня утром снова аншлаг. Даниэла Никишина переехала в новостройку в семнадцатом году. В двадцать первом стала председателем домового совета. С того времени активистка борется за двор без машин. Для пожарной безопасности здесь невозможно, что проехала скорая помощь. У нас детская площадка находится во дворе и дети выбегают из подъезда мимо машин. Жители многоэтажки разделились на два лагеря. Одни ловушки из машин в узком дворе проблемой не считают. Другие осознают их опасность. Мне это не нравится, потому что и скорая помощь должна приехать, успеть вовремя забрать и когда пожарут. Идешь уже боишься, чтобы ребенок не выбежал. Просто не знаешь, откуда можешь вывернуть машину. На самом деле здесь не нужны машины, по моему мнению. В прошлом году борцы с блокировкой дворов своими силами установили запрещающие знаки и тротуарные столбики. Средства собирали сами. Администрация помогла установить только знаки. Парковка для инвалидов и, к сожалению, плохо покрасила место для пожарной машины. Границы морали неведомы, законы не писаны. Многие водители продолжают думать о своем удобстве. По вечерам во дворе дома собирается целая колонна из незаконно припаркованных машин. Аргумент – оставить транспорт больше негде – здесь неуместен. Вокруг нас есть большая парковка на 239 мест. Рядом с нашим домом абсолютно бесплатно. В этом дворе пожарным и водителям скорой маневрировать приходилось не раз. Не то, что подобраться к подъезду, но даже заехать во двор – задача не из легких. У нас был пожар в 2019 году в третьем подъезде. И у нас пожарная машина не смогла проехать во двор. Мы тушили пожар своими силами. Две недели назад квартира вспыхнула снова. На этот раз в восьмом подъезде. Неисправность проводки или брошенный окурок установит экспертиза. Сгоревшего имущества и пострадавшего питомца можно было избежать. Но снова попасть во двор было невозможно. Мы планируем провести в ближайшее время общее собрание и еще раз вынести вопрос на голосование об установке шлагбаума и парковки внутри двора 15 минут. Поддержит ли жители инициативу и поможет ли она решить наболевшую проблему – покажет время. Олеся Лукина, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».